Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Крачево-Черкесия». События вторника в репортажах наших корреспондентов. Два новости. Строительство подводящих сетей водоснабжения, насосная станция железобетонных колодцев. Поселок Керкен-Жахар начинается работа по строительству объекта водоснабжения. В лечебно-реабилитационном центре медико-санитарной части Черкеска начали работу по реабилитации и восстановительному лечению переболевших коронавирусом пациентов. Да у вас дорога такая, мы не поднимемся. Жители улицы Подгорная и Карачаевска сетуют на плохое состояние дороги, по которой ни скорая, ни пожарная не проедет. Во время пандемии и дошкольные учреждения Республики работали в режиме онлайн. Воспитатели осваивали новые программы. А пойдут ли дети в детсады, будет известно ближе к осени. В поселке Керкен-Жахара начинаются работы по строительству объекта водоснабжения. Они запланированы в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» по решению главы Карачаева-Черкесия Рашида Тимрезова. Проектом предусматривается строительство подводящей сети водоснабжения, насосная станция железобетонных колодцев, резервуаров и сборных конструкций, станции водоподготовки. Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит обеспечить чистой питьевой водой население поселка Керкен-Жахар численностью почти 5000 человек, а также близлежащие населенные пункты. В настоящее время водоснабжение осуществляется сооружениями водоподачи и очистки воды, которые находятся на балансе Карачаева-Черкесского сахарного завода. Из-за значительного износа происходит перебой с подачей воды. Завершить строительство объекта планируют в 2023 году. В вести из оперативного штаба на сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 4485. Из них 3254 выздоровели. Госпитализировано 74 человека. Но для тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, требуется восстановление. Лечение и реабилитация продолжается посредством профессиональной терапии на базе лечебно-реабилитационного центра. Работы медиков направлены на устранение последствий от COVID-19, восстановление утраченных сил и функций организма. Альбина Ламкова продолжит тему. Первоначальная реабилитация переболевших коронавирусной инфекцией на базе лечебно-реабилитационного центра началась с медицинских работников, которые перенесли болезнь в тяжелой форме. Эта инициатива исходила от главного врача учреждения по респитям резовым. Результаты по их восстановлению в условиях дневного стационара прошли успешно. После под руководством главного врача была разработана специальная программа по реабилитации больных среди населения. Одна из процедур – сеанс в соляной комнате. Этот метод улучшает бронхолегочную проводимость и показан при различных хронических заболеваниях верхних дыхательных путей. Больные сюда ходят с удовольствием, но поскольку нам нужно соблюдать дистанцию, загруженность этой комнаты бывает на один сеанс, где-то не более двух-трех человек максимум. В реабилитационном лечебном центре есть все необходимые условия. Это высококвалифицированный персонал и благоустроенные палаты. А для диагностики и лечения больных здесь предусмотрены и кабинет ультразвуковой диагностики, и кабинет спирографии. Это один из основных методов исследования в пульмонологии и терапии для оценки функционального состояния лёгких. Спирография – это метод исследования скорости выдыхаемого воздуха и жизненной ёмкости лёгких. Показывает нам функциональную активность бронхолегочной системы. Также в центре предусмотрен кабинет компьютерной томографии, где специалисты проводят необходимый объём исследований. В настоящее время объём работы увеличился в связи с эпидемией. Наш реабилитационный центр сейчас занимается реабилитацией пусководных больных. Всем этим больным перед госпитализацией мы делаем компьютерную томографию, для того, чтобы уточнить их состояние и решить, какая непосредственная реабилитация им нужна. Продолжительность бесплатного восстановительного лечения в реабилитационном центре длится 14-16 дней. Куличная мощность – 180 мест круглосуточного стационара и 11 дневного. На сегодняшний день здесь проходит реабилитацию около 50 человек. Палаты у нас комфортные. В большинстве случаев, как я сказала, мы кладём туда по одного человеку, по два максимума. На первом этаже в отделении кардиореабилитации у нас проведено 24, сейчас ещё довели 28 точек стационарного кислорода. Привезены баллоны с кислородом. То есть мы можем брать больных тоже, которым нужна кислородная поддержка. Госпитализация больных занимает чуть больше времени, чем это было до эпидемии коронавирусной инфекции. Это связано с тем, что ужесточились требования как на федеральном уровне, так и на региональном. Для того, чтобы пройти восстановительную реабилитацию, необходимо обратиться к своему участковому врачу. Тот, в свою очередь, направит на врачебную комиссию, которая и выдаёт направление с перечнем результатов обследования. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаева, Черкесия. К вестям обратились жители улицы Подгорная и Карачаевска. Люди жалуются на плохое состояние дорожного полотна и на то, что на протяжении многих лет на их улице не проводились никаких ремонтных работ. Суть проблемы попытался вникнуть наш корреспондент Ахмат Халкечев. Как утверждают сами жители улицы Подгорная, капитального ремонта у них не было аж с советских времён. Дорожное полотно каждый раз смывает дождевые истоки, которые бурной рекой идут из ущелья вне непогоды. Без кардинальных мер проблему не решить, уверены люди. Необходимо строительство новой системы водоотведения способно исправляться с сильно возросшим в последнее время объёмами грунтовых и ливневых вод, резюмируют горожане. Это издевательство полнейшее. Мы как табор цыганский. Цыганам не понравилось, они ушли. А мы не можем уйти. Мы виноваты, что здесь дома поставили. Не учли этот момент, что будет вот такой бесчеловечный. Плохое состояние дороги и непродуманность коммунальной инфраструктуры улицы влекут за собой ещё и целый ряд проблем для жителей. Мы писали заявление, чтобы нам поставили мусорные баки. Мы будем выбрасывать мусор и платить. Но ничего не делается. А почему не ставят баки? Потому что нет разворота, и водители, которые работают на машине мусорной, они не хотят сюда заезжать. К нам отказываются ехать даже городские экстренные службы, не говоря уже о такси и коммунальщиках сетуют жители. В случае с чего рассчитывать мы можем только на себя и взаимовыручку ближайших соседей. Продолжают они. Скоро они приезжают. Не приезжают, они отказываются. У вас дорога такая, мы не поднимемся. А если вдруг кто-нибудь умрёт? Или беременные женщины ездят, и то, и другое. Вот её дом, когда горело, пожарка не поднимался оттуда. Потому что она не могла подниматься. Отсюда рукава хотели потянуть, уже дом чуть не сгорело. Человека тёщу кровотечения было. С самого верха. Это минимум метров 300-400. Её на носилках спускали до скорой помощи вниз. Вот человек. А она огромная, здоровая женщина. У нас всего 4 человека. А посредине целая траншея, водой унесённая. Как окоп. В войну копать. Как пояснил замначальника управления экономического развития строительства и ЖКХ мэрии Карачаевского городского округа Руслан Башлаев, на данный момент по обращению жителей улицы Подгорная подготовлена проектно-сметная документация, которая уже прошла успешно соответствующую экспертизу. Ремонт дороги запланирован к следующему году. Проектно-сметной документации предусматривается асфальтирование, дренажная система водоотведения. То есть всё это предусмотрено. Плюс там есть участок с подпорной стенкой, которая рушится. И подпорную стенку, и дорогу на следующий год, 2021 год, планируется отремонтировать. Проблему знаем. Мы занимаемся своими силами. Карачаевского городского округа не получается. Будем делать заявку в Минстрой КЧР, чтобы выделили субсидию из Дорожного фонда. Как ещё поведал нам Руслан Башлаев, в 2019 году наиболее сложную часть подъёма улицы укрепляли армированным бетоном. А чтобы хоть как-то облегчить жизнь людей до запланированного в следующем году капитального ремонта, в скором времени по улице Подгорная будут проведены временные облагородительные работы. Ахмат Халкечев, Роберт Джекутанов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью ожидается от плюс 12 до плюс 14 градусов. Днём столбик термометра поднимется до отметки плюс 31. Это Вести в прямом эфире. Мы продолжаем. Федеральная служба безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией. В 12 регионах, в том числе и в Карачаево, Черкесии, пресечена деятельность 42 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия, боевые аналоги изготовлению боеприпасов, подпольных, мастерских и их сбыту в различных субъектах страны. По адресам проживающих нелегальных оружейников проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. В результате из незаконного оборота изъято 179 единиц боевого и гражданского с восстановленными боевыми свойствами огнестрельного оружия, а также 17 ручных гранат, около 15 килограммов взрывчатых веществ, 110 детонаторов различных модификаций, свыше 80 тысяч патронов различного калибра, большое количество основных частей и комплектующих оружия. Пресечена деятельность 22-х подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов, оснащенных специализированным оборудованием. Проводятся необходимые следственные действия, назначенные криминалистические экспертизы, принимаются процессуальные решения. Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением и сбытом оружия, продолжаются. Пандемия COVID-19 изменила привычную жизнь многих учреждений. Школы и университеты перешли на дистанционные облучения. Их, к примеру, последовали и детские сады. Несмотря на многие трудности, в онлайн-режиме проходило много интересных и познавательных мероприятий. Воспитатели освоили новые программы для обучения детей. Подробнее о работе детских садов расскажет Аслан Гирюгов. Детский сад «Радуга» в селе Дружба принимает активное участие во многих республиканских и всероссийских конкурсах. Воспитатели постоянно совершенствуют свои навыки и вкладывают в детей любовь и частичку собственной души. В обычное время воспитательный процесс проходил традиционно, но пандемия внесла свои коррективы в работу детского садика. Детям давали задания на дом, а все мероприятия проходили в онлайн-режиме. В мае месяце у нас очень масштабно отмечалось 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Приняли участие практически во всех акциях, которые были объявлены главой нашей республики, во всероссийских акциях. Мы участвуем в данный момент во всероссийской выставке в смотре детский сад «Мир любви, заботы и внимания». Этот смотр проводится с целью выявления рейтинга 500 лучших детских садов Российской Федерации. Думаю, результат будет хороший, надеемся на это. Помимо этого, в онлайн-режиме прошли выпускные. Также Любовь Уздинова отметила, что в детском саду все меры предосторожности выполняются должным образом. Несмотря на то, что дети не посещали садик, на регулярной основе проходила дезинфекция как кабинетов, так и детских площадок. Кроме этого, на этажах установлены кварцевые лампы. В ближайшее время их планируют разместить в каждой группе, как и разметку для соблюдения социальной дистанции. Для нашего детского сада 2019-2020 год был самым удачным, самым успешным. Мы приняли участие в всеми всероссийских региональных масштабах конкурсах. Самым ценным конкурсом и победой было участие в нашем республиканском конкурсе «Лучший детский сад села». Мы будем стараться точно так же плодотворно работать и в 2020-2021 учебном году. Учитывая эпидситуацию, которая сложилась в нашем регионе, мы разработали учебный план, где внесли изменения, корректировку. Массовые мероприятия мы отменяем. Физкультурные занятия, музыкальные занятия мы проводим строго на улице, если будут позволять погодные условия. 4 августа пройдет проверка, которая оценит готовность к новому учебному году. Пойдут ли дети в детские сады, будет известно ближе к осени. Но все учреждения республики готовы к работе как в очной, так и дистанционной форме. Ведь как будет развиваться ситуация с коронавирусом, нельзя предугадать. Нам же остается быть осторожными и сделать все возможное для предотвращения распространения вируса. Аслан Гелюгов, Роберт Джугутанов. Вести. Карачаево-Черкесия. В рамках республиканской акции «Время добра» в Карачаево-Черкесии вновь оказана помощь многодетным, подучетным и малообеспеченным семьям. Благотворительные организации и общественный совет при МВД в этот раз передали детское питание в 1300 семей. Подобные мероприятия в республике организовываются на постоянной основе. Расширяется круг участников. Обновляются списки с учетом имеющейся информации и вновь полученных заявок. Сегодня в Черкесии прошло мероприятие, посвященное первой автомобильной экспедиции от Баспора до Каспия. Данный автомобильный маршрут включает в себя путешествия, походы, экскурсии в природной среде с активным способом передвижения по равнинной и горной местности. Проект переурочен 175-летию Русского географического общества. Подробнее о автопробеге смотрите завтра в наших выпусках Вестей. Таким был вторник в Рачаево-Черкесии, а прямо сейчас продолжение сериала «Наживка для ангела». Приятного просмотра и ждите Вестей. Субтитры подогнал «Симон»!